Мы пришли на это место, чтобы слышать, что скажет нам Господь. Мы все чувствуем ответственность за будущее Церкви. Итак, здесь все те, кто трудится с детьми, подростками, с молодежью. Бога эта проблема всегда волновала и волнует. Я бы хотел немного поговорить об ответственности. И Аврааму Бог сказал такие важные слова. Это записано в 17-е бытие, 9-й стих. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои, после тебя в роды их. Дальше я хочу прочитать, это записано 18-я глава, тоже Господь говорит Аврааму. Я читаю с 18-го и 19-го стиха. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Замечательно, правда? Но дальше Бог говорит об ответственности. 19-й стих. Ибо я избрал его, Авраама, для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Значит, Бог захотел заключить завет, у Бога был смысл и цель этого завета. Завет, договор, союз. Предметом договора было что? Сделать Авраама, его потомство, благословением для всей земли. Для всех народов земли. И это благословение пришло в лице Иисуса, который родился, можно сказать, от Авраама. Так ведь? Но посмотрите, избрал Авраама для чего? Чтобы он заповедал сынам своим после себя ходить, помните, путем Господнем. Авраам должен принять эту ответственность. И не только сам, чтобы оказать верность в этом завете, но он должен эту ответственность, так скажем, передать, чтобы его сыновья приняли эту ответственность и что? Сохранили Богу верность. Другими словами, чтобы они никогда об этом не забыли и ходили перед Богом, путем Господнем. Давайте посмотрим, например, Иосиф. Иосиф, 17 лет, юноша. В отличие от своих братьев, он помнит, что Бог с ними заключил завет. Инициатива принадлежала кому? Господу. И в отличие от своих братьев, он об этом никогда не забывал. Но он не забывал и о цели этого завета. Потому что у Бога была цель этого завета – сделать их благословением для всех народов земли. Я хочу сказать, если мы сегодня – тело Иисуса Христа, то цель завета остается прежней. Вы согласны? Чтобы мы стали благословением. И вот мы и наши дети, это новое поколение, должны разделить эту ответственность. Они должны ходить перед Богом путем Господним. Вы помните, был такой Божий человек, Самуил. Он еще до рождения был посвящен Господу. У Бога нет претензий к его служению. Но Израиль постигла беда. Они пришли к Самуилу и говорят, ты уже состарился. Сыновья Твои не ходят путями Твоими. Дай нам царя. Вы помните, что Господь сказал? Господь не обрадовался. Господь сказал, что они отвергли Меня, чтобы я не был царем над ними. Оказывается, до этого времени Сам Бог был их царем. Посмотрите, это ответственность. Я благодарю Бога, что в лице моей мамы я видел такой хороший пример. Моя мама доверяла Богу. Первое, это она обращалась к Богу и нас. И мы малые были, и нас. Я пример приведу. Утром покормила нас и пошла. Она должна была получить детские деньги. Очень скоро вернулась. Я был старшим в семье. Она только на порог. Я вижу, она расстроена. Я понял, что-то неладно. Эти мои младшие бегут. Мама, ты что принесла нам? Она заплакала. Говорит, я ничего не принесла. А мы есть хотим. Но давайте просить у Бога. И мы вместе с мамой встали на колени. Там, у двери, у порога. И знаете, Бог не замедлил с ответом. А в это время, в поселке, который находился за 40 километров от нашего города, там молилась молодежь. Старшему было всего лишь 17, а все остальные младшие. И вот через 14-летнего юношу Дух Святой сказал о нас, о том, как мы молимся, о чем говорила в молитве мама. И сказал, чтобы они взяли продукты и привезли нам. И они привезли, отец еще не пришел с работы. То есть еще не было пяти часов вечера. Нам Бог ответил. И я бы хотел, конечно, что сказать сегодня. Мы ждем Христа. И Он очень скоро придет. И нам надлежит Его встречать. И вот сегодня как нам быть? Мы говорим о проблемах, о своих проблемах, говорим о проблемах молодежи. Христа. как важно нам самим ходить пред Господом, который вездесущий, а поэтому всевидящий и всезнающий. Он всегда рядом с нами и окружает нас. Но я скажу о большей ответственности. Он захотел, чтобы мы и наше сердце стало Его храмом. Он так пожелал и обещал вселюсь в них и буду ходить в них. Подумайте. это большая ответственность. И вот сегодня поможет нам Господь быть этим примером для наших детей, для наших этих юношей и девиц, чтобы нам ходить пред Богом. Я знаю, что Господь в этом больше заинтересован даже, чем мы. Его сердце это больше волнует даже, чем сегодня наше сердце. И я хотел бы сказать, что сегодня, если мы осознаем, что Он близко, если мы осознаем то, что сегодня Он хочет, чтобы мы стали благословением, чтобы все, что мы делаем, мы делали как для Господа, и чтобы братья здесь говорили передо мной, что иметь эту важную цель. Для Господа это самая важная цель, сделать тебя и меня благословением для тех, кого Он даст нам. Это те, с кем вы трудитесь, это те, может, неверующие ваши сотрудники, или это случайный человек, но он нуждается сегодня в том, чтобы я стал для него благословением. Это суть совета. Это то, о чем Бог Аврааму напоминает и неоднократно. и говорит, я избрал Авраама для того, чтобы он заповедал. Авраам ходил перед Богом. Он стал другом Божьим. Он захотел с Богом разделить все. И вот мне хотелось бы сказать, Иосиф, понимая суть этого завета, он заботится о том, чтобы быть благословением. Патифар покупает его на рынке, приводит в дом, и он с порога, этот 17-летний юноша, становится благословением для этого язычника и для всего его дома. Попадая в тюрьму, он становится благословением для начальника тюрьмы, для всех заключенных, ну и так дальше. Значит, вот эта ответственность, мы сегодня о браке говорили, брат Ричард, мы понимаем, что это ответственность, правда? И почему сегодня многие браки неуспешны? Потому что люди не приняли эту ответственность за эти брачные отношения. Нужно сказать, что вступить в брак, это нужно решиться стать героем. Но я скажу, во-первых, Божьим, чтобы не как-нибудь, никак получится, а только стать благословением в этом браке. для своей жены, для своих детей и не только для своей семьи, а стать этим героем во всех сферах нашей жизни. Если мы посмотрим, всегда так было. Нашему брату Иову было ужасно, больно. Он черепком скреб свое тело, покрытое проказой. Он ничего не понимает, но между тем он благословляет имя Господне. Он в агонии, а Бог в этот момент им хвалится, как своим героем. Слава Богу! Поможет нам Господь сегодня принять эту ответственность, стать Его героями, потому что Он нашел нас в церковь первенцев, первых и самых лучших. Он достоин того, на все первое и самое лучшее. Да поможет Господь нам сегодня претендовать на этот статус, который мы получили от Господа. Поможет нам Господь конечно и стать этим добрым примером для тех, кто будет рядом с нами. Это наши дети, это те, кто в церкви и те, кто вне церкви. Во все времена, я знаю множество примеров. Когда видели этих Божьих героев, то этим грешным людям им тоже захотелось настоящего. Их душа тосковала. Они в мире не встретили, но встретив Божьих людях, в детях Божьих, они решились тоже стать Божьими героями. Помолимся.